Всем привет из Барселоны! Это третья и заключительная часть экскурсии по самой длинной центральной улице города Гран-Ве. Провести ту интереснейшую экскурсию для моих зрителей я попросила лучшего гида по Барселоне Людмилу Дмитриеву. Кстати, если вы тоже так же считаете, то поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. В первой части мы прошли от площади Татуана до проспекта Пасаич-де-Грасе, во второй побывали в главном университете Барселоны. Ну а в этом видео мы от площади университета дойдем до площади Испании. Увидим, как застраивалась Барселона в 50-60-е годы 20 века, что произошло в 1962 году. И узнаем, где молодые мамы брали грудное молоко для своих новорожденных и где в Испании проходила и проходит коррида. Ну и, конечно, как и в прошлых видео, будет много полезной информации как для гостей города, так и для тех, кто здесь давно живет. Итак, мы с вами на проспекте Гран-Виа можем увидеть, как меняется архитектура в эпоху франкизма, когда мэром города на 16 лет подряд становится Пурсиолос. Его многие критикуют, хотя, конечно, есть и хорошие вещи, которые он сделал за свое правление. Но мы по поводу архитектуры. Многие здания, которые вы видите, они были стандартные по тем временам, когда Барселону расширяли в 19 веке, 23 метра высотой. И они были пятиэтажные. Пурсиолос, когда приезжает огромное количество людей, ищущих здесь работу, уезжая из сельскохозяйственных районов Испании, получая работу здесь на различных фабриках и заводах в Барселоне, в Каталонии, то он предоставляет им бесплатно квартиры. Поэтому в центре города дома, которые уже были построены в начале 20 века, превращаются в небоскребы эпохи, становятся шести-семиэтажными. И можно увидеть здесь, что фасады, да, над ними достроены дополнительные этажи. При этом сразу видно, что разрушается архитектурное единство. Видно, что сверхняя часть зданий, она уже не украшена, нету никаких декоративных элементов. Это могут быть какие-то, например, рельефы, барельефы, креатиды, которые украшают здания. Да, то есть становятся они обыкновенными. И там достроены дополнительно, ну, чаще всего, два этажа. Ну, вот все Пурсиолоса мэра города ругают, но с ним связана одна история, которую все в Барселоне знают. Это был снежный год, когда Барселону неожиданно завалило снегом в 1962 году. И оказалось, что нету никакой техники, убирающей снег. В итоге мэру городу пришлось обратиться к своему давнишнему другу, который в это время жил в Андорре. Он находился в оппозиции, он был против диктатуры Франка. Да, и эмигрировал, как вся его семья, в Андорру. Но там он занимался тем, что у него была техника, у него были трактора. Пурсиолос с ним договаривается, тот пригоняет свои трактора, они убирают снег. И в знак благодарности он спросил, что ты хочешь. На что его друг, которого звали Андрео Кларет, говорит, хочу попасть на матч Барселоны. Команды своей любимой Барса. И Пурсиолос разрешает ему на следующий день вернуться на этот уникальный матч. Но когда он пересекал границу, его задержали и очень долго не хотели пропускать. Но в итоге Пурсиолос, как мэр города, сдержал свое слово, и он попадает таки на этот матч. И Барселона выигрывает, его любимая команда выигрывает. Он беспрепятственно обратно уезжает в Андорру, но через некоторое время все-таки возвращается снова в Барселону. В данный момент он живет в Барселоне, ему 77 лет, он 1946 года. Он сам вообще журналист и писатель, он член социалистической партии, поэтому довольно известный здесь персонаж. Правда, у него есть еще три брата, их четверо было. Один живет вместе с ним тоже здесь в Барселоне, а двое, они очень известные музыканты. И в Национальном театре Андорры они в оркестре, один скрипач, другой виолончелист, работают и занимаются музыкой. Так что у Пурсиолоса были хорошие вот такие вещи. А, кстати, вот этого Андрео Кларетт, его с тех пор стали называть Снежным королем. Потому что именно благодаря его технике, этим семи тракторам, которые он прислал из Андорре, смогли расчистить улицы Барселоны. Это был 1962 год? Да, 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 очень известный год. А Пурсиолос, он вообще до какого времени находился? А Пурсиолос был до 1973 года. 16 лет подряд он был мэром города, это уникальное. Всего сейчас мэров города за всю историю, как, ну, в общем, они были официально зарегистрированы, 120 различных мэров. И многие менялись очень часто, даже в эпоху, там, Франко, это была редкость. 16 лет у власти. Когда расширяли район Ишампла, то на перекрестках появилась очень необычная такая идея, которую потом взяли за образец, кстати, и говорят в Манхэттене, в Америке. Район Сетки, район Ишампла известен своими перекрестками, где дома, которые выходят на перекресток, выходят не острыми углами, а они как будто бы срезаны, скошены на 45 градусов. Говорят, что это было удобно для поворотов первых, уже в то время появляющихся автомобилей. И также это было сделано для того, что нулевые этажи, которые в то время это были различные таверны, мастерские, складские помещения, офисы, они требовали какой-то погрузки и разгрузки товара. Поэтому машины, когда подъезжали, они становились на эти уголки и не мешали движению. Таким образом, здесь нулевые этажи со скошенными уголками, это было очень практично. Очень много улиц этого района Ишампла как раз имеют эту структуру. Поэтому с высоты птичьего полета смотрится это не как тетрадка в клеточку, а со скошенными уголками превращается в восьмиугольники. И весь район Ишампла с высоты птичьего полета, если бы у нас с вами сейчас была возможность подняться, например, на вертолете и прилететь, мы бы с вами увидели вот эти перекрестки знаменитые. Сейчас это удобно, потому что на перекрестках машины, поворачивая, имеют, конечно, совсем другую амплитуду. Но в то время они наезжали на тротуары и могли задеть пешеходов. Поэтому скошенные уголки тоже давали возможность маневру городскому транспорту. Также хочу обратить ваше внимание, что проспект Гран-Ви очень широкий. Ведь раньше тротуары были и улицы намного уже. По стандарту они были 20 метров. Здесь же ширина их увеличивается. Здесь пешеходная часть где-то в районе 5 метров. Получается, что улица становится шириной 50 метров. Но самой широкой улицей остается быть проспект Пасеч-де-Грасия. Ширина его 60 метров. Вообще в Барселоне, надо сказать, улиц очень много. Ну, как во всех других городах. Здесь официально в номенклатуре зарегистрировано 7,5 тысяч улиц. Знаете, что есть некоторые улицы, которые имеют только одну букву. Или есть, например, улицы, которые имеют только один дом. То есть есть самая улица, самая короткая улица, самая узкая. Все это присутствует. Но напомню, мы сами гуляем по самой длинной улице. Не только Барселоны, не только в Каталонии, а самой длинной в Испании. Хотя, говорят, сейчас появилась одна улица в районе Мурси, которая чуть-чуть длиннее. Но долгое время улица Гран-Виа, большой проспект, на которой мы с вами находимся, была самой длинной. Мы с вами сейчас видим здание, которое называется «Дом Гольферич», построенное в 1901 году. И это архитектор Джоан Рубьё. Он тоже работал вместе с Антони Гауди. В данный момент здесь находится культурный центр. Ну, это как у нас раньше были дворцы пионеров и школьников. Я их так называю, потому что здесь различные курсы района Ишампла. Ну, само по себе здание красивое, историческое. Напомню, что здесь раньше это были поля и огороды. Здесь ничего не было. И поэтому это была летняя резиденция вилла семьи вот этой Гольферич, которая сейчас находится здесь. Теперь она в окружении современных зданий. Ну, а когда-то это была просто дача. Можно зайти немножко внутрь, в фасад, чтобы разглядеть с разных сторон. Использовали камень горы Мунжуик. Использовали кирпич, который в то время тоже становится очень популярный материал. То есть каменные каменоломни уже потихонечку исчезают, и нужно было дополнительный материал. Кирпичу относились раньше очень презрительно, потому что это был материал, появившийся на территории Испании благодаря арабам, которые пришли в IX веке. И из кирпича долгое время не строили. А потом уже обратили внимание на его строительные, хорошие функциональности его. И поэтому здесь используют его в облицовке. Но все это эклектика. Ведь здание было построено в конце XIX, в начале XX века. Ну, это конкретно в 1901 году. Поэтому эклектики были присущи. Смешение разных материалов. И камень, и кирпич, и дополнительные декоративные элементы. И как, например, здесь конкретно видно цветы, что тут вокруг были поля и огороды. Напоминание об этом, что здесь росли полевые цветы, всякие различные травы. И все это в керамическом изображении украшает этот фасад. То есть, напомню, это была дача. Но со временем потом она оказалась в тисках современного города, спального района, района Эшампла. По дороге у нас с вами сейчас здание, которое было построено как дом лактации. И наверху можно увидеть скульптурную группу. Женщина с грудью прислоняет к себе ребенка. И огромное количество женщин, которые приходят и дают своих детей. То есть, у тех, кто были роженицы, у многих было очень много молока. И они могли прийти и поделиться им с теми, у кого, например, молока не было. Своего рода это как был типа а-ля детский сад, где можно было детей подкормить. Это была городская такая больница. Но спонсировалась она богатыми людьми, которые предпочитали, чтобы у рабочих тоже были какие-то более-менее права у женщин. Дом лактации. Построено очень известными архитекторами эпохи тоже Антони Гауди. Пера Фалькеш, например, он сделал фонари на проспекте Пасечь-де-Грасия. Если мы с вами проходим по проспекту Гранвей, не забывайте обращать внимание на верхние этажи. Вот сейчас по дороге дом 439. Очень красивый, кстати, отреставрированный фасад. Симметричные эти балюстрады, эркеры, которые выступают наружу. С очень красивыми ажорными балкончиками. А наверху, как вы видите, достроено. Строилось два этапа. Сначала достроили сверху последний этаж. И сделали его с такими винтообразными колоннами. А потом уже видно эпоху Парсиолоса. То есть это конец 50-х, начало 60-х годов, когда просто делали дополнительные квартиры. Эпоха Парсиолос. И рядом будут тоже дома красивые, которые были как доходные. То есть просто вот то, что уже штамповали, совершенно четко видно. Более того, здесь один дом, пристроенный к другому. И тут будет на одном небольшом участке сразу три дома. То есть три разных номера. Ну, уже более-менее они современные. Но видно, что они стандартные были для съемки уже квартир. Совершенно они одинаковые. По своей высоте, по архитектурному стилю. Да, дом 431, дом 433. Угловая, красивая вот эта блюстрада, эркер. Для пересечения улиц. Нам осталось с вами два квартала. И мы дойдем до одной из самых больших площадей Барселоны. Это площадь Испании. Самая, наверное, известная – это площадь Каталонии. От которой расходятся, как лучи солнца, разбегаются в разные направления. Девять улиц. Но площадь Испании чуть-чуть, по своей площади именно, она больше, чем площадь Каталонии. В данный момент там находится в центре фонтан. И если говорить об исторических памятниках, то мы сами увидим и место, где раньше проходила корида. На это здание можно подняться сейчас, потому что это стал торговый центр. И оттуда прекрасные виды на Барселону, на гору Монжуик. Открываются они на 360 градусов. А под крышей находится очень много различных заведений, ресторанов, кафе, террас, баров, которые пользуются большой популярностью не только у местных жителей, но и у туристов. Мы с вами приближаемся через два квартала к площади Испании. Плаша де Испания. Итак, мы с вами вышли на площадь Испании. В центре этой площади можно увидеть красивый фонтан. Он трехгранный. Символизирует в нишах скульптуры воды, омывающие материковую Испанию. Я имею в виду, это не только материк, извините, это не только Испания, но это также и Португалия. Потому что на Иберийском, Перенейском полуострове находится 15% принадлежит Португалии, и 85% – это Испании. Так вот, воды, омывающие материковую Испанию – это Средиземное море, Атлантический океан и Бискайский залив. На площади Испании здесь есть часть, которая построена была к выставке, которая проходила в Барселоне в 1929 году. И на горе Мунжуик очень много достопримечательностей. Там смотровые площадки, есть две канатные дороги, есть много музеев, около семи музеев, которые можно посетить. Также на горе Мунжуик много зданий, которые использовались для проведения Олимпийских игр, которые проходили в Барселоне в 1992 году. Это были летние Олимпийские игры. И на Олимпийском стадионе сейчас играет футбольная команда Барселоны, потому что их стадион находится на реставрации. Здание, которое называется Аренас. Арена в переводе с испанского – это песок. Это были места, где проходила корида. И на утрамбованном песке показывал свое искусство человек, укращая природу, быка. Это был Ториадор и бык. Поэтому Аренас – это название не случайное, это песок. Вообще в истории Барселоны было три здания кориды. Первое, к сожалению, сгорело. Второе здание – это вот, где мы сами сейчас находимся, со временем из-за того, что корида была запрещена в Каталонии. Во всех испанских городах она проходит. И стандартно она проходит только в течение полугода. После пасхальных праздников, в зависимости от календаря, примерно это апрель месяц, конец марта, до конца туристического сезона, до начала октября. Где проходит во всех городах по воскресеньям, вечером, после полуденного отдыха, который называется съеста, проходит праздник, феста, как у Хемингуэя – корида. То есть во всех крупных городах здание для проведения кориды сохранилось. Но здесь, в Барселоне, столице Каталонии, корида запрещена. Запрещена. Поэтому теперь здание это перестроено. Кстати, архитектор, который перестраивал его, это тот же самый, который строил центр Помпиду в Париже. Поэтому у него такая характерная тенденция вывести наружу опорные структуры. Поэтому здание выглядит, как будто приземлившаяся летающая тарелка. И сделал он вот эту крышу, которая становится открытой площадкой на 360 градусов, где можно полюбоваться всей Барселоной и окрестностями. И на крыше здесь расположено очень много ресторанов, где можно попробовать различную международную, каталонскую, испанскую, итальянскую кухню. Здесь можно и пиццу съесть, и съесть мясо на гриле. И здесь есть дневные меню, которые называются бизнес-ланч. Да, поэтому очень много... Подняться лучше, наверное, изнутри. Да, подняться можно, войдя внутрь. Да, или на эскалаторе, или на лифте. И здесь сразу и посмотреть, и перекусить. Делаем круг. То есть здание бывших арен теперь привлечено в торговый центр. Ну, а третье здание, где проходила коррида, это здание Монументаль, которое ждет сейчас своей участи. Да, поскольку коррида запрещена в Каталонии, то поэтому здание это тоже сейчас закрыто. Там проходят периодически городские мероприятия, какие-то гастропраздники, иногда концерты музыкальные. Ну, и мы с вами сейчас находимся на крыше, откуда прекрасный вид на площадь Испании. Фух, устали. На самом деле, пройти от площади Титуана до площади Испании у нас заняло 2,5 часа. Ну, мы, конечно, заходили в эти отели, останавливали, снимали. Если вы пойдете по гугл-карту, вам покажут, что это примерно около часа. И мы с вами сейчас находимся в парке, который называется Джуан Миро. Это известный каталонский график, скульптор, дизайнер. Сам он родился в Барселоне, а недалеко здесь, на горе Монжуик, есть его музей, который называется Фонд Джуан Миро. Парк этот прекрасный, один из 60 парков, которые находятся на территории города. Зеленый очень. Здесь многие приходят отдыхать, гулять, заниматься спортом. Некоторые занимаются пробежками, некоторые собачками гуляют. Здесь летают знаменитые зеленые попугайчики, которых называют попугайчики-сплетники. Которра. Они постоянно щебетят и разносят все новости на своих крыльях по городу. Поэтому мы знаем, кто с кем, чего как. И вообще все новости нам в городе известны. А еще интересно то, что под нами, под нашими ногами, находится огромный резервуар, где собирается дождевая вода. Вот видите, сколько секретов можно узнать, если прогуливаетесь с лицензированным гидом. Поэтому, если вы будете в Барселоне, или если вы живете и хотите больше узнавать о Барселоне, обо всех ее секретах, обо всех интересных местах, и о том, что нигде не прочитаешь, то обращайтесь к Людмиле. Спасибо, что смотрели это видео. И до новых встреч в Барселоне. Большое спасибо за внимание. Буду рада увидеть вас как гостей или ваших друзей, знакомых, родственников Барселоне. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok